Аллилуйя! Давайте Богу возгодим всю славу аплодисментами. Давайте будем друг друга благословлять. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасает весь мир. Сегодня у нас первая богослужия в 2020 году, и у нас сегодня будет хлебопринамление. Давайте поприветствуем еще раз два раза друга. Сначала давайте так. Наслаждайтесь Божьими благословениями. И давайте скажем, настоящие благословения от Бога приходят. И сейчас будем еще говорить. Давайте так скажем, давайте будем верующими, которые будут наслаждаться Божьими благословениями в 2022 году. Ну не получается, да, так сразу? Ну в общем. Вот на прошлой неделе, когда мы преподносили последнее богослужение в 2021 году, мы тоже мы прославляли, вы унаследуете эту землю прославление. И вот видя, что мы получим ответ так, как мы прославляли, вот, мы решили опять ухватиться за Божье Слово. То есть раньше, ну мы как бы слышали слово, это, от 24 часа. Но в этот раз вышло слово, это мои 24 часа, 24 часа церкви, и 24 часа для потомка. Поэтому вот это прославление, которое мы только что пели, оно похоже с главной темой на этот год. То есть вот это прославление, которое мы только что пели, это главное прославление прошлого года, и в нем уже находятся все ответы. Вот поэтому и в прошлом году, и в этом году мы будем получать ответы по слову. Поэтому давайте еще и в этом году также петь это прославление. Я получил сообщение по какао, что есть однопоместная церковь за рубежом, и они тоже поют это прославление. И там был, получается, был маленький ребенок, он еле разговаривает, но и то он прославлял это прославление. И тогда верующие в той церкви, вот они почувствовали, что это не просто так, что даже маленький ребенок поет это прославление. И вот они тоже ухватили за вот этот завет, что действительно есть земля, которую Бог приготовил, мы обязательно эту землю завоюем. то есть вот это прославление, это благословение, это благословенное прославление. То есть вот это прославление, оно как бы передает завет нашим детям. и в этом году я бы оставлял, что вы тоже получили благословение, быть моделью этого благословения в этом году. Сегодня у нас первое воскресенье в этом году. И, конечно, много что хочется сказать вам, но не могу говорить долго. И вот в прошлый раз, в прошлый раз тоже поседнее благослужение немножко задержалось, потому что что хотелось много что сказать. И, наверное, после обеда сегодня тоже у нас будет чуть-чуть долгое благослужение. Я вообще извиняюсь, когда мы задерживаем. но в любом случае благодарны, что мы можем там вместе собираться, преподносить благослужение. Наверное, до марта месяца надо подождать, пока главный зал будет подготовлен. Поэтому прошу, чтобы подождались. И, может быть, есть сейчас какие-то неудобства большие, небольшие, но все равно прошу, чтобы вы подождали. И все равно желаю, чтобы вы получали Божью благодать на благослужение. Вот один человек, он 31 декабря в холодную погоду он пошел в одно место помолиться. То есть это как бы это его привычка вот 31 числа ходить в определенное место и молиться. И вот он ходит в гору, потому что там хороший воздух. И вот он когда ходит, он говорит, там много кто так приходит и получался вот этот человек, он вот он как бы в тот день 31 числа он полностью молится и вот он принимает решение от Бога. То есть он как бы определяет для себя, что вот это хочу, вот такой ответ хочу получить. Ну и молится. и он делает это уже долго, это уже стало его привычкой. Но в чем где смысл? Но однажды вот он пришел ко мне и говорит пастор, я больше не буду ходить вот так вот в горы и молиться. Потому что он услышал Евангелие и он понял, что больше мне не надо молиться так как я хочу за то, что я сам хочу. То есть он понял, что достаточно приходить на многослужение, получать слово и там есть все ответы. И также сегодня у нас особое богослужение, потому что у нас либо преломление сегодня вот. и вот мы специально решили сделать как бы начало года с либо преломление, потому что в прошлом году как-то не получалось подносить либо преломление, даже какой-то ремнер подошел и говорит, пастор, почему давно нужно богослужение либо преломление. Но мы решили вот этот год начать с благодарением, так же чтобы получать Божье водительство, поэтому вот мы решили начать этот год с благодарением. И в это время и в это богослужение я желаю, что вы получили все ответы, которые Бог для вас приготовил. То, что мы с вами идем будем проходить этот год, это значит, что и в этом году Бог для нас приготовил новые ответы. Кто нас призвал, это Бог. И Бог он приготовил уже 22-й год и уже нас призвал в этот год. Поэтому есть ответы, которыми надо наслаждаться, потому что отдельно Бог их приготовил для нас. Поэтому давайте будем наслаждаться и тогда как мне надо жить в этом году. Да, надо прилагать усилия. Да, надо все делать сразу разумно в этом году, но что важно, даже если мы будем жить, прилагая усилия и делать все разумно, все равно мы не сможем достичь настоящего успеха от Бога. есть есть да? Да, у нас есть свои планы, задумки, задумки. И вот, к примеру, неверующие люди так и живут, они планируются и так далее. и верующие тоже они пускают Божье Слово и часто думают о том, чтобы как-то прилагать усилия, где-то достигать успеха. Да, конечно, так можно жить, но не получится стать истинно успешным человеком, если жить только своими усилиями и усердием. Давайте с вами подумаем, а что такое настоящий успех? Когда мы совпадаем с Божьим направлением, вот это есть настоящий успех. Даже если мы будем усердно жить, прилагая усилия, но это не будет совпадать с Божьим направлением, тогда в итоге тогда это станет как павелонская башня, которая однажды рукит. То есть даже если я, к примеру, чего-то не могу делать так идеально, но я совпадаю с Божьим направлением, то есть тогда вот само то совпадение с Божьим направлением, это уже есть настоящий успех. И очень важно вести так же самая жизнь веры, когда мы совпадаем с Божьим направлением. Поэтому для этого нельзя упускать Божье Слово. И каждую неделю нельзя упускать воскресное Слово. Потому что Бог уже внутри Слова показывает нам направление, по которому надо идти. и внутри Божьего Слова необходимо найти мои 24 часа, чтобы я мог наслаждаться Божьим благосением. И церкви необходимо найти 24 часа, чтобы наслаждаться Божьим благосением. Поэтому внутри Божьего Слова есть и Божье благословение, и Божье направление. И поскольку Бог нам уже дал Слово, дал уже направление, то необходимо увидеть на местах действия, как это слово, это направление совершается. И тогда, наслаждаясь благословением 23 часов, мы можем воспитать потомков, мы можем исцелить места действия, и мы можем также 24 часа получать ответ спасения всего мира. То есть это те ответы, которые Бог сам будет давать. То есть ответы эти будут совершаться сами, а нам достаточно просто молиться за это. И вот тогда Бог будет давать благословение отчата Божьего. Поэтому давайте хотя бы мы на этой неделе начнем правильно, держа за Божье слово, и будем наблюдать, как Бог будет совершать этот завет. И так надо проживать этот год. Да, поэтому давайте мы сейчас во время богослужения упорядочим с вами ответы, которые Бог вам даст. Значит, самое важное, это не упускать течение Божьего слова. Только тогда получится совпадать с Божьим направлением. Очень важно совпадать с Божьим направлением. И внутри Божьего слова, внутри течения Божьего слова, что самое важное? Это три вещи, которые мы сегодня рассмотрим. Значит, вот в Библии, в Божьем слове, есть три самые важные вещи. Одно из них, это всемирная евангелизация. Это 237 стран мира. Значит, сейчас второе, это всемирная евангелизация. Второе, это исцеление, потому что эпоха. И все люди в этом мире, они больные. И в-третьих, это потомки. Чтобы передать потомкам завет Божьего. И внутри вот этих трех вещей должна быть моя молитва. И если будут какие-то собрания, но они будут упускать вот эти три вещи, тогда это не то, что Бога радует. И наоборот, держась за вот эти три вещи, необходимо все делать в этом году. Чтобы, если, например, получится войти в ответ семирной евангелизации, воспитание потомков и исцеление в Евангелии, тогда внутри этого сможем получить все ответы. Но у нас сил нет. Как мы можем спасти потомков? Мы и себя спасти толком не можем. Как спасти потомков? Как можно эту больную эпоху исцелить? Как вообще можно совершать миссионерство в 237 странах мира? Наша сила не получается. Поэтому Бог, Он дает нам обещание. Он дает нам благословение первых плодов, первенцев. То есть это значит, что Бог будет пребывать с нами с благословениями небесного престола. Поэтому, как следует, надо только ухватиться за Завет. И делать это 24 часа. Если ухватиться за Божий Завет, кто будет действовать? Бог, который находится на престоле, будет действовать своей силой, которая превосходит пространство и время. И свет Божий будет сходить на место действия. То есть Бог, Он будет давать нам благословение первенца, то есть первых плодов. Я желаю, чтобы вы вот эту первую неделю начали с этих благословений. Первое, нам необходимо с вами восстанавливать благословение первенца, то есть первых плодов. Вот вы знаете, да, к примеру, кто такой первенец. То есть в семье есть определенное количество детей и есть первенец. Вот в израильском народе была, как бы, такая традиция, что первенцу всегда давали в два раза больше. Вдвойне. И в нашей стране так же само было, такая же, ну, как бы, тоже была такая раньше, как бы, традиция, что первый ребенок он получал всегда больше. Но и ответственности у него тоже было в два раза больше. Но сегодня нам дано благословение первенца. И давайте мы восстановим это благословение. Вот, к примеру, был такой пророк Елисей. И когда он жил, в той эпоху был злой царь Ахав. То есть из-за этого царя Ахава весь Израиль впал, выдал опоклонство. И вот тогда, вот, для того, чтобы спасти Израиль, который впал в идолопоклонство, вот, Елисей начал молиться, что Бог этими силами, вот, своими силами я не могу спасти. И тогда, и тогда Бог дает Елисей благословение первенца. В два раза больше силы дает, чем у предыдущего пророка Ели. И вот все семь ремнентов, которые были в Библии, они тоже наслаждались благословением первенца. Вот, к примеру, Моисей. Во время жизни Моисея, израильский народ находился в Египте, в идолопоклонстве, в рабстве. Но Бог, Он благословил Моисея вдвойне, чтобы вывести израильский народ из Египта. Так же самое и Самуил. Когда Самуил жил, тогда слова Божьего не было. То есть, Израиль вообще шел в другую сторону, которая не совпадала с Божьим интересом. И вот тогда Самуил получал благословение первенца. И он обрел силу и восстановил Израиль. Вот, если посмотреть, когда Самуил молился за Давида, вот он излил Елина на Давида, и написано, Дух Божий сошел на Давида. То есть, Давид, он тоже получил благословение первенца. То есть, так же самое и ранняя церковь. Ранняя церковь, у которых не было сил, денег, положения. То есть, были галильяне. Но они тоже получили благословение первенца. Как вот эти галильяны, бедная ранняя церковь, могли спасти Рим, могли одержать победу над сильной иундейской идеологией, традициями, религией. Значит, как они могли победить и завоевать Римскую империю. Потому что в горнице Марка, они на полне с Духом Святой, мы получили благословение первенца. Поэтому в эту эпоху нам необходимо с вами восстановить благословение первенца, для того, чтобы поднялось 10 тысяч верующих. Вот за этот завет необходимо ухватиться. А почему нам необходимо получить благословение первенца? Для начала, потому что эта эпоха, это эпоха культуры тьмы. То есть, сейчас тьма, она прогрессирует. Вот в Библии 2 Тимофея 3.1 сказано, что в последнее время будет много зла, будет много трудностей. И вот мы видим, что сейчас действительно эпоха, она сейчас переполнена трудностями. Вот, чем дальше, тем только связи остановимся. Потому что это культура тьмы. Исайя 62 сказано, тьма покрыла землю и мрак народа. То есть, сейчас культура тьмы, она завоевала весь мир. Поэтому люди, они все находятся в стрессе. Сами не понимают, почему так происходит. Почему постоянно приходят трудности, тоже не могут понять. И в итоге это все влияет на психическое состояние, появляются психические проблемы. И в итоге много самоубийств. Вот мы можем увидеть результат культуры тьмы. Поэтому в этом мире становится все труднее и труднее. То есть, поэтому люди получают стресс, затем впадают в депрессии. То есть, это не просто так. Потому что мир покрыт культурой тьмы. Поэтому приходят духовные проблемы. И весь мир сейчас колеблется из-за духовных проблем. То есть, сейчас весь мир переполнен такими трудностями. Потому что мир находится во тьме. Поэтому проблема бытия 3, 6, 11 главы, только укореняется в этом мире. Поэтому очень важно народу Божьему молиться. Тогда произойдет исцеление. Поэтому Бог дает нам истинное благосостояние духовное, чтобы мы могли исцелить этот мир. И если мы не сможем насторождать этими благосостояниями, тогда потомки наши будут еще больше страдать. Поэтому нам необходимо обязательно дать потомкам наш ответ. Потому что эпоха, в которой мы живем, это эпоха, где потомки разрушаются. Вот если посмотреть в Луки 23, 28 стих, то когда Иисус внес крест на гору Голгоф, тогда женщины не плакали, посмотря на него. И тогда Иисус говорит то, что актуально и в сей день. Он говорит не обо мне плачьте, а о себе и о детях ваших. И в плач Иеремии, в книге тоже есть сказано, что дети плачут, потому что им нечего есть. То есть они умирают от голода и от жажды. То есть жажда, а некому дать хлеб. То есть вот это будет такое духовное состояние наших детей. То есть о чем ты говоришь? Что сейчас эпоха, где потомки наши разрушаются. Вот если посмотрите тоже Ветхи Завет. Мы видим здесь, как пророк, он Елисей, он пророчество. Он говорит, что лучше будет не рожать вообще, потому что новорожденный будет очень плохо, они будут мучаться. То есть вот это такая пришла эпоха, когда лучше детям не рождаться. Потому что сейчас эпоха, где дети, они разрушаются, потомки разрушаются. Поэтому обязательно нам необходимо дать четкий ответ нашим детям. Вот сейчас поднимаются различные религии, и они дают неправильный ответ нашим детям, нашим потомкам. Что это за ответ? Это медитация. Что такое движение медитации? Это входить в размышления ради своего, сосредоточившись на себе и на своем. Но в итоге люди, наоборот, они себя опустошают. И вот когда люди занимаются медитацией, приходит какая-то сила, энергия к этому приходит. И вот сами люди, которые занимаются медитацией, они об этом говорят. Но в итоге от медитации люди опустошают свой внутренний мир, и приходит какая-то сила. И получается, они говорят, что мы, как бы, мы связываем себя со Вселенной. И Вселенная дает нам ответы. Но вот этой силой, которая приходит к медитации, потом вот эти люди, они завоевывают все сферы деятельности. Но в итоге они сами опустошаются. И вот Библия говорит, что когда опустошается внутренний человек, внутренний мир, тогда приходят бесы. И не просто один бес, а семь бесов приходят. И последнее, написано, хуже будет первого. То есть необходимо детям нашему дать настоящий ответ. Ответ первенцам. И третья пришла эпоха. Это эпоха разрушения церквей. Каждую эпоху церкви они разрушались. Вот, до недавнего времени корейские церкви были моделью церквей для всего мира. Но что сейчас происходит? Сейчас церкви все в Корее, они разрушаются. И может ли такая корейская церковь быть моделью для всего мира? Конечно же нет. То есть вот сейчас церковь больше всего получает влияние от мира, поэтому церковь сейчас разрушается. Посмотрите на Европу. В Европе церкви позавсех лет. То есть 90% церкви в Европе закрылись. А в русскоязычных странах? Там тоже там. То есть раньше русскоязычные страны тоже были теми, как он верующий, а сейчас... То есть вот если посмотреть на исход, то израильский народ, который был верующей страной, в исходе они стали рабами. Потом, по прошествии времени, они стали пленными в Вавионе. И уже во время жизни Иисуса они стали колонией Римской империи. И вот вы знаете, да, что потом уже была религиозная реформация Мартина Лютера. Но прошло 500 лет, и Евангелие, оно сейчас исчезло. То есть это о чем говорит? Что в будущем еще больше будет церкви разрушаться и закрываться. И вот нам необходимо спасти такие церкви. И для того, чтобы мы могли спасти церкви, сейчас нам необходимо сделать своим направлением это проповедование и миссионерство. А также спасение наших потомков. Значит, вот всегда, во время первого богослужения, в начале года, мы держимся за такое слово, чтобы все наше сердце, все наши мысли были сосредоточены только на Божьем. И так же само мы сейчас держимся за строительство здания церкви. Что такое строительство зданий? Для того, чтобы какой-то район, какую-то местность спасти. Необходимо, чтобы там стояла церковь. Поэтому так же само мы каждую первую неделю в начале года, мы всего отдаем себя Богу. И так же мы молимся и принимаем решение, чтобы быть использованы Богом в этом году. То есть, если церковь сможет восстановить библейский метод проповедования, миссионерство, тогда обязательно церковь сможет спасти этот мир. И для того, чтобы церковь поднялась, мы сами должны наслаждаться благословениями первенца и обрести силу для того, чтобы исцелять мир, поднять потомков и совершать Божье дело. И тогда что ради этого необходимо делать? Необходимо получить ответ 24 часов. То есть, если посмотреть Исайя 54.3, то сказано, что потомство твое завладеет народом и населит опустошенные города. То есть, другими словами, наши дети не просто так будут хорошо жить, а они будут использованы Богом для того, чтобы в эту эпоху и исцелять местодействие, и евангелизировать местодействие. Вот когда израильский народ упустили Божье благословение, они стали пленными в Вавионе. И вот тогда Бог, через провоку Исайю говорит слово, что все разрушатся, но останется ремнем, остаток останется. Исайя 6.13. Что как от дуба, от деревинфа остается корень, так и останется корень Божий, остаток Божий. То есть, это был завет Божий такой. То есть, другими словами, через наших потомков словами, все восстановится, Бог все восстановит. Бог, Он через наших потомков восстановит и мир, и церковь, которая сейчас разрушается. То есть, Бог, Он спасет эту эпоху, которая разрушается. И вот за что как бы благодарны, за то, что действительно сейчас мы видим, как поднимаются ремнанты. И даже, ну не только в Корее, но и в 230 странах, вот на местах миссионерства сейчас поднимаются ремнанты. Ну вот вы же, вы же слышали, да, что летом, когда была конференция ремнант, вот она проходила онлайн, и получается собралось около 35 тысяч человек онлайн. То есть, ремнанты сейчас по всему миру, они собираются сейчас, получают обучение, поднимаются. То есть, сейчас, как бы, Корея, она играет такую важную роль, чтобы передавать послания по всему миру. И вот мы видим, что сейчас, как бы, обнаруживаются вот эти ремнанты, которые Бог приготовил по всему миру. И потихонечку они сейчас поднимаются, чтобы совершать Божье дело. И вот наша церковь, она, как бы, получила в этом использование, потому что наша церковь стала ответственной за служение ремнант в нашей организации. То есть, сейчас открывается эпоха ремнантов, эпоха потомков. И вот, то же самое происходит и в нашей церкви. Ну, сейчас у нас есть детский сад, ханарем, где тоже ремнанты держатся за последние 237 стран. Потом есть школа исцеления, школа саммита. И вот, везде, ну, как бы, сейчас поднимаются ремнанты, которые готовятся совершать Божье дело. И вот сейчас, ну, вот сейчас вот есть команда, которая постоянно молится и думает, как нам помочь нашим ремнантам встать, чтобы они могли совершать Божье дело. Вот когда была вот эта эпоха, когда в Израиле был злой царь Ахав, Бог, он поднял ремнанта Елисея через провока Илью. Вот то же самое и в нашу эпоху сейчас Бог, он поднимает ремнанта. Потомка. И Бог, Он говорит нам об этом, чтобы мы так же молились за это. И есть завет, есть завет, который Бог дает нам относить наших потомков. Это Второзаконие, 6 глава, 4 по 9 стих. Чтобы мы жизнь положили, но передали детям завет. То есть, поэтому Бог говорит, завет, слово Божье, завяжи на запястье, на руках, на поясе. То есть, чтобы жизнь положить за то, чтобы запечатлеть в детях слово сначала. Да и во мне, в начале слово должно быть запечатлено. Поэтому Бог дает нам благословение, чтобы мы воспитывали ремнанта. Давайте мы с вами посмотрим Божье слово. Второзаконие, 6, 10. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил? 11 стих. И с домами, наполненным всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезами, которых ты не высекал, с виноградниками, маслями, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. То есть Бог ради того, чтобы мы вели движение потомков, даст нам вот эти благословения. То есть сказано, что Бог даст то, что мы даже не строили. Бог даст то, над чем мы не трудились. 10 стих написано. С большими и хорошими городами. То есть Бог даст нам. 11 стих. И дома, и колодези, и виноградники, и масляни, которые ты не садил. Почему это Бог? Почему Бог даст нам такие благословения? Ради движения потомков, ради воспитания потомков. То есть народ Божий, вот Израиль, каждый раз, когда они впадали в трудности, в проклятия, Бог, Он всегда использовал меньшинство, чтобы через это меньшинство воспитать потомков, воспитать ремнотов. И когда вот эти ремноты уже поднимались, тогда весь Израиль восстанавливался, получая Божье благословение. Поэтому нельзя, чтобы нашим ремнотам не передался завет. Почему? Потому что сейчас 24 часа в наших ремнотах, в наших потомках неправильно сеется, неправильная информация передается. Поэтому, само собой, что придут трудности и болезни придут. Поэтому Богу нам дает сегодня благословение первенства вдвойне, благословение Божьей благословения, небесной благословения, для того, чтобы мы могли совершать Божье дело. То есть, если мы с вами поможем ремнотам быть укоренными в Божьем слове, тогда всю жизнь они будут получать Божье благословение. И сейчас Бог нам дает вот эти благословения. То есть, вот здесь небесные благословения, благословение престола Божьего, благословение силы Божьей, благословение света Божьего. Поэтому, прежде, мы сами должны наслаждаться этими небесными благословениями и передать их потомкам. То есть, очень важно помочь, чтобы потомки наши с самого детства могли упорядочить для себя Божье благословение и начать ими наслаждаться. А из-за того, что наши дети не получают завет Божий, а только сосредоточены на мирских вещах, то и духовное состояние их не неправильное. Поэтому, само собой, что придут болезни к нашим детям. Поэтому, для того, чтобы поднять вот наших потомков, обязательно должны быть лидеры церкви, должны быть те, которые будут, как бы, брать за эту ответственность. Но, обязательно, мы можем увидеть и даже предвидеть, что через потомков обязательно будет Божье действие. Потому что потомки спасут народ, потому что потомки спасут мир. И, если, может быть, даже, хоть и я не могу сейчас стоять должным образом, правильно в жизни веры, но если я смогу передать потомкам завет, тогда обязательно Бог через них будет действовать. Поэтому очень важно сейчас приложить усилия, чтобы с самого детства наши потомки знали завет и наслаждались Богослужения и Богослужения. Мы говорим, это помочь ремнантам увидеть будущее в Евангелии, увидеть свой талант в Евангелии. То есть, необходимо, чтобы ремнанты тоже восстановили Божье Богослужение. И, во-вторых, это исцеление 24 часа. Итак, сегодняшнее слово Исаия 54.3 сказано, населит опустошенные города. Опустошенные. То есть, мы видим, что когда даже в церкви и в мире есть как бы этапы. Этапы. То есть, сначала люди теряют духовную силу. Затем люди сами начнут блуждать. И в итоге опустошаются люди сами. И вот и жизнь их не становится пустая. Поэтому Евангелиям очень важно всех этих людей исцелить. Вот если посмотрели 2 Тимофея 3 года, то сказано, что в последнее время люди будут только любить себя. Потом любить деньги. И написано, что будут любить всякие плоские наслаждения. То есть, они будут любить это больше, чем Бога. И в итоге, чем больше будет проходить времени, тем больше люди будут разрушаться. То есть, вот и сейчас мы видим, что много людей, они одиноки. То есть, у них не получаются общения с другими людьми. И потом, вот люди, они становятся уже нетерпеливыми. То есть, они хотят больше, больше и быстрее все получить. Но в итоге, из этой спешки, они сами разрушаются. И сейчас мы видим, что ответа нет в мире. Но поднимаются три организации, которые начинают развивать медитацию. Движение медитации. То есть, сейчас вот, а все мир этим занимается. И потом, мы видим, что поднимается сейчас, как бы, вторая волна Вайонской башни. То есть, люди, они без Бога пытаются достичь вершины. И вот если мы посмотрим, вот, книгу «Деяния», то апостол Павел в 13, 16, 19 главах, вот он делал важное служение. Служение, исцеление. Вот в 13 главе он исцелил, вот, волхва, то есть бесноватого колдуна. Потом, в 16 главе он тоже, он исцелил бесноватую девушку. И в 19 главе он, он, как бы, избавился от идолопоконства в городе. То есть, исцелил идолопоконника. То есть, мы видим, что людям необходимо действительно получить исцеление. Для начала, духовное исцеление. Восстановить благословение Божие, которое было у человека, было у человека в самом начале. То есть, в самом начале человек наслаждался благословением Эдемского сада. Он наслаждался образом Божьим. Но сейчас человек потерял все эти благословения. То есть, необходимо... Что значит духовное исцеление? Восстановить те великие благословения, которые Бог нам изначально приготовил. А сейчас ни люди, ни церкви не имеют эти благословения. И наоборот, поднимаются религиозные организации, которые лживое, неправильное предлагают. Всякую медитацию и так далее. То есть, когда мы сможем наслаждаться опять благословениями, которыми наслаждался человек в Эдемском саду, в восстановлении Эдемского сада, вот тогда к нам придет духовное исцеление. Как можно тогда получить исцеление? Себя исцелить, исцелить мир — это не упустить молитву. Молитву. Вот как только вы открываете глаза утром, держитесь за слово и упорядочивайте Божье Слово для себя. Вот в тот момент вы сможете наслаждаться тем, что Три-Единый Бог вместе с вами пребывает. Вот это будет временем духовного саммита. А потом вы идете же на место действия, правильно? Там вы встречаетесь с людьми, делают какую-то работу, и вы что-то видите, вы что-то слышите. Поэтому все, что вы видите, все, что вы слышите, меняйте на молитву. Вот это будет молитва спасения всего. Дневная молитва спасения. Вот, потому что Бог, Он тоже дает нам духовное благословение на место действия. Поэтому все, что вы видите, все, что вы слышите, вот все меняйте на молитву, на духовное благословение. Поэтому вот вы, когда встречаетесь с людьми, вы начните молитву за этих людей, чтобы спасать их людей. То есть, смотрите, вот вы с утра просыпаетесь, держитесь за сон, используете, чтобы Бог пребывал с вами, получаете Божий голос, а потом вы выходите на место действия. И чтобы не проследили какие-то события, происшествия, поскольку у вас уже есть духовная сила, то вы во всем будете обретать ответ от Бога. И будете проводить день с молитвой. А если даже я столкнулся с каким-то кризисом в жизни, тогда, вот наоборот, молясь, я выявляю какие-то благословения, которые Бог нам приготовил. А если в течение дня у меня конфликты, тогда я выявляю то, в чем мне необходимо обновиться. То есть, каждый раз, когда мы молимся в течение дня, нас раз можем было оценить, тогда мы можем все, все спасать можем. А ночью и как надо делать? Необходимо держаться за Божье Слово, еще раз, как бы, вспомнить сегодняшний день и все проверить через Божье Слово, что происходило в сегодняшнем дне. То есть, ночное время, это время, когда я могу, как бы, себя просканировать еще раз. Могу еще раз проверить, как я прожил этот день. Сделать, как бы, духовный анализ, диагноз поставить. Вот, не обманывался ли я, не обманывался ли я проблемами, и не упустил ли я Божий благословение в течение дня. То есть, вот таким вот образом, я благословляю, чтобы вы могли стать свидетелями, каждый день сражать Божьим благословение. И в-третьих, это спасение всего мира, благословение всемирной евангелизации, благословение и спасение 237 стран мира. Вот сегодня сказано в 3 стихе. Потом, статой, завладеет народами. То есть, Бог, он изначально дал человеку благословение и завоевание всего мира. Бытие 1.27, плодитесь, размножайте, наполняйте землю, обладайте ее, завладевайте. Владейте всем. А также, Бог, он дал обещание нам в Деянии 1.8, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будьте мне свидетелями до края земли. То есть, Бог, он дает нам благословение ради спасения всего мира. И вот если мы не будем совпадать с вот этим, с этой всемирной евангелизацией, со спасением всего мира, там мы не можем получить больше благословения. Если вы хотите стать человеком в Божьем благословении, там вам необходимо совпадать с Божьим направлением, с Божьим заветом. И вот если мы будем пускать Божье благословение, мы сами будем блуждать, и потомки наши будут блуждать. Вот это есть история Израиля. История вот истории. Израиль – это Божий народ, на который страдал, блуждал по всему миру. Почему? Потому что они не совпадали с Божьим направлением. Поэтому самое большое благословение – это совпадать с Божьим направлением. Поэтому я благословляю с именем Господа, что вы совпадали, и ваша жизнь совпадала с Божьим направлением. И если вы будете совпадать с Божьим направлением, тогда обязательно Бог даст вам и вашим потомкам благословение, которое никто не сможет остановить или предотвратить. предотвратить их осуществление. Вот, посмотрите на Библию. Вот, в Библии есть антиохийская церковь. Антиохийская церковь, она впервые сделала своё направление миссионерством. Поэтому написано, что Бог, Он благословил настолько, что, написано, Божья рука была вместе с Ним. И потом, благодаря антиохийской церкви, Евангелие начало распространяться в Македонии, то есть в Европе. А также Рим был евангелизирован благодаря антиохийской церкви. То есть Бог, Он сам действовал в этой церкви, потому что в ней было правильное направление. Это то же самое. Мы, которые ухватимся за Божье направление, это спасение 237 стран, обязательно Бог даст нам такие балансы, которые никто не сможет остановить. Поэтому сейчас Бог нам даёт направление. Это евангелизация 237 стран, а также передача Евангелия 5000 малым народам, племенам. Если что, церкви необходимо подготовить такое содержание духовное, чтобы наши потомки, они не получали влияние от этого мира, не разрушились из этого мира. И чтобы мы могли вот эти духовные благословения передать 237 стран мира. И поэтому вот это называется благословение платформы. То есть платформа для того, чтобы любой человек мог прийти сюда, получать Божье благословение. А также стать такой духовной платформой, чтобы помогать всем по всему миру. Поэтому сейчас очень важно, сейчас очень важно подготовить эту бесконтактную систему, чтобы по онлайн передавать Божье благословение по всему миру. Потому что сейчас такая эпоха, когда уже тяжело из-за вот этих всяких там вирусов и так далее, собираться вместе, но по онлайн, бесконтактной системе, можно встречаться с людьми по всему миру. Поэтому, пожалуйста, вы тоже молите за нашу команду, которая вот сейчас там транслирует послание по всему миру. Почему? Потому что сейчас через медиа, через медиа, вот можно пропадать по всему миру. Вот вы уже знаете вот эту корейскую группу BTS. Вот они сейчас вот действительно весь мир завоевали через онлайн. Потому что сейчас эпоха онлайн. То есть вот недавно было в Лос-Анджеле выступление вот этой группы BTS. И не только там были присутствовали люди на самом концерте, но онлайн передавалось. И по всему миру смотрели их выступления. Вот эти вот богачи типа, как Билл Гейтс, Стив Джабс, они уже заранее вот это все подготовили эту систему онлайн, бесконтактную систему. И если мы не сможем использовать эту семью, вот эту систему, тогда и церковь, она не сможет выполнять свое дело. Поэтому, имея в виду вот эти 237 стран, я пойду сейчас подготовить бесконтактную систему, чтобы пропадать его на по всему миру. Поэтому действительно надо по-настоящему молиться сейчас за команду, которая вот занимается трансляцией, видео, чтобы множество людей могли следовать и слышать за Божьим, ну, как бы следовать за Божьим словом, вот онлайн. То есть надо хорошо подготовиться ради этого. Поэтому, когда родители будут держаться за заветом 237 стран мира, тогда обязательно Бог благословит потомка. То есть вот завет, за который держатся родители, он совершится через потомков. Вот посмотрите на Иосифа. Иосиф, который ухватился за 237 стран, даже хоть он и попал в рабство благодаря своим братьям, но если мы посмотрим, то в итоге он смог евангелизировать Египет, а Египет тогда была влияющая страна, и через Египет Евангелие было распространено по всему миру. Вот Анна, женщина Анна, которая не могла родить, зачать не могла, но когда она хватилась за завет Назареи, чтобы Бог дали духовного лидера, тогда Бог благословил ее, она зачала, родился Самуил. который был лидером, духовным лидером в Израиле. И вот вы же знаете, через вот этого Самуила поднялся Голиаф, поднялся Давид, который победил потом Голиафа. И когда он победил Голиафа, тогда новость об этом распространилась по всему миру. То есть вот это была всемирная евангелизация, то есть о Господе узнали по всему миру. Поэтому желаю, чтобы вы хватили за завет 237 стран мира, исцеления и потомков. Я подытожу сегодняшнее слово. Вот заключение. Все лидеры простых верующих, все служители, вам необходимо начать служение, чтобы в 70 местах поставить 70 учеников. А все верующие, все верующие, я тоже желаю, чтобы вы хотели за завет, чтобы через меня подняло 70 учеников. И как это сделать? Это возможно, если использовать онлайн. То есть сейчас как бы, сейчас мы видим, что Сатана, он систему онлайн, он захватил по всему миру. И нам поэтому необходимо хватиться за ту же систему онлайн, чтобы наоборот исцелять, чтобы спасать потомков по всему миру. Потому что даже по онлайну можно давать ответ людям по всему миру. Сатана. Это же самое. Ранняя церковь. Слабые рабы, но когда действовал Дух Святой, они могли, вот они поднялись, и они стали учениками, и благодаря ним Рим был спал, Рим был евангелизирован. То есть сейчас вот слово нам говорит о чем? Необходимо вот это использовать бесконтактную систему онлайн, чтобы контактировать с людьми и передавать Евангелие. вот в самом начале, когда мы вели служение, только в самом начале, тогда вот были иностранцы, и тогда одна диакониста, она передавала, вот она переводила, и вот тогда я понял, что надо подготовить такую систему, чтобы в церкви также не только заниматься переводом, но и готовить послания, видео-послания с переводом, и потом их отправлять по всему миру. Поэтому даже самое вот, вот когда вот сейчас началась эпоха, да, когда бесконтактные, возможно, кто-то не приходит в церковь, из-за этого он разрушается, но наоборот, нам необходимо использовать эту систему бесконтактную для того, чтобы передавать Евангелие и спасать Евангелие людей по всему миру. Поэтому я желаю, чтобы вы ухватили за завет, и потом вы могли испытывать Божье действие. Бог, отец, благослови, пожалуйста, всех нас, чтобы вся наша церковь получила ответ в евангелизацию в 230-ми стран через...